Дробильная обогатительная фабрика В Челябинской области такого оборудования нет больше ни на одном месторождении. Его привезли из Финляндии и смонтировали всего за полтора месяца. Зато проектировали долго. Бакальскому рудоуправлению этот проект обошелся в полтора миллиарда рублей. Сова по себе фабрика вы видели. Она достаточно компактная. Суточный персонал самой фабрики составляет всего три человека. То есть она полностью автоматизирована, компьютеризирована. То есть эта фабрика сделана по последнему слову науки и техники. В принципе на проектирование вот такой фабрики, на создание этой фабрики у нас ушло практически полтора года. Для сравнения, на другом руднике этого же предприятия, расположенном в Бакале, работает 100 человек. Объем добычи точно такой же. Так что Теченский разрез стал своего рода испытательной площадкой. Теперь и Бакальский рудник ждет глобальной модернизации. И это далеко не все планы по разработке южноуральских недр. Надо изучать вазу рудную. Если вдруг что-то надумаете, то мы всем поможем, чем можем. Мысли такие как раз и есть. Надо расширяться. Конечно надо расширяться. Областные власти готовы взять на себя помощь в подведении электричества и строительстве дорог. Тем более предпринимателям есть еще к чему стремиться. У наших месторождений свои и весьма весомые плюсы. Несмотря на то, что Челябинская область считается в геологическом плане очень хорошо изученной, но тем не менее, когда проводишь доразведку, оказывается, что очень много других рудных тел, которые можно добывать. Чем мы вообще в позитивную и в негативную сторону отключаемся от каких-то других, более масштабных крупных месторождений? Вот представьте, у нас здесь практически рядом дорога, лэп, все рядом есть. То есть даже если подвезти, то это стоит не очень дорого. Да, месторождения не такие глобальные, но зато их можно взять и быстро разработать. И объем разработки такой, что разрабатывать можно 20, 30, 40 лет, 50 лет. Теченское месторождение, например, можно будет разрабатывать не меньше полувека. Руду обнаружили здесь еще в 50-х, но решили оставить как стратегический запас. Сегодня это железо на вес золота. Потреблять его будет магнитка, мечел и даже северсталь. Здесь руды достаточно хорошего качества, содержание железа до 50%. И очень мало посторонних примесей. А бакальское рудоуправление, оно с магнезией, то есть труда специфическая, то есть ее можно использовать только на подсортировку. Интересно, что доставлять руду до обогатительной фабрики будут с помощью челябинских самосвалов. Машины под маркой Терекс совсем недавно начали выпускать на бывшем заводе имени Колющенко. Терекс Корпорейшн – один из лидеров мирового машиностроения. Американской компании принадлежат полсотни заводов, расположенных на четырех континентах. Уже на фабрике руда пройдет через два этапа дробления и магнитную сепарацию. На выходе получается так называемая аглоруда. Это очень ценный продукт, соответственно, для металлургического производства. Потреблять теченскую руду будут в основном местные комбинаты. Таким образом, на территории области замкнется весь производственный цикл. И для экономики это несомненный плюс – сокращение сдержек, рост прибыли и, как следствие, увеличение поступлений в наш общий бюджет. Редактор субтитров А.Семкин